здравствуйте дорогие подписчики здравствуйте друзья коллеги здравствуйте гости нашего канала сегодня будет рассказ про курицу не просто про курицу конечно же имени и и я не знаю я расскажу как разделать курицу в чем особенности разделки и на что нужно обращать внимание ну и во всяком случае этот лайфхак этот ролик посвящен тому чтобы облегчить вашу жизнь у меня здесь лежит вот такая курица видите желтенькая видимо кормили кукурузкой и она соответственно похожа на фермерскую не знаю не буду утверждать купил ее на рынке и есть вот такой вот ножик конечно это некий лакшери вариант потому что это обвалочный нож для птицы маленький хирургический скальпель который я увидел сразу же купил потому что тяготею к ножам люблю и ценю эти все штуки значит что мы делаем сначала мы обрезаем всякие ненужные вещи смотрите когда мы подрезаем суставчики нужно это делать так чтобы у нас не было никакого труда как только вы начинаете рубить резать и напрягать свои мышцы это значит что вы делаете все неправильно все делаете неправильно даже ребенок я имею ввиду не маленький человек а человек который уже стал взрослым и может разделать курицу не должен никогда затрачивать ни капли труда видите подрезаем кожицу потом берем просто и вот таким образом подворачиваем ногу тоже сил никаких не нужно особых подрезаем вот здесь вот и видим что сустав у нас уже вывернулся нам нужно сделать так чтобы просто-напросто отрезать кусок мяса видите никакого труда я ничего не рублю не прежу и не пытаюсь там это все сломать когда у нас есть окорочок мы его переворачиваем обратной стороной есть вот так есть вот так значит смотрите видите пленочка которая вот здесь вот жировая которая образует вот такую не знаю как бы ее назвать подсказка вот эта подсказка так и назовем ее то есть берете и по ней начинаете резать видите мы разрезали по суставчику я немножко хрящевую оболочку здесь снял но идея в том что видите здесь вот пяточка осталось у меня как бы суть в том что мы попадаем по этой полоски прямо на сустав мы имеем голень и бедро дальше мы отрезаем грудку грудки есть косточка которая разделяет ее на две части она торчит поэтому начните резать сначала в надрез сделайте видите вот она косточка у вас вот она я не могу нож сюда дальше двинуть и мы по этой косточке режем вдоль до конца чаще всего на рынке вам когда продают курицу вот так делают берут пальцами за в этот хвостик и вот так делают для чего это у молодой птицы здесь хрящ а у взрослой птицы хрящ израстается и образует кость поэтому если вы берете например не сушку зная что вы не сможете есть мясо потому что она будет очень жесткая но из них получается очень хороший бульон вот здесь вот они сушки как правило будет кость у петуха также значит смотрите что мы дальше делаем мы отделили вот эту часть и уперлись куда вилочковую кость здесь вот такая вилочковая кость в детстве помните детям дают эту косточку для того чтобы они мизинцами могли взяться и вот так вот кто поломает у кого сломалась тот проиграл такая игра была но может быть не у всех детстве но у меня точно такая была потому что мы жили в деревне имели хозяйство никуда не торопитесь когда разделываете курицу видите идите по косточке не забывайте что ножик у вас должен быть острый при разделке любого мяса и птицы он должен быть всегда острый не натыкайтесь ни на какие там кости грудку отнимаем и доходим до плечевого сустава который с легкостью подрезаем посмотрите беру как ручку как шариковую ручку и вот не напрягаюсь еще раз говорю буду повторять если вы делаете все с грубой силой значит вы делаете неправильно нет можно взять конечно китайцы берут топоры есть китайский топорик и рубят ее просто тук 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 на две части потом вот так кусками вместе с бедрами у курицы много трубчатых костей потом вы можете пораниться может образоваться какая-то крошка потом этот зубах неудобно не дай бог попадет на пломбу больно мы должны сделать так чтобы не было никаких костей если вы хотите там делать это все используя цельную грудку и плечевой сустав и крыло ну оставьте так если вы передумали то значит подрезайте до тех пор пока не найдете суставчик это называется крылышко на двух косточках вот она это мы тоже отправляем кстати в бульон остается грудная часть хотите уберите кожу не хотите не убирайте кожу все хотите уберите кстати можно вот так сделать раз и плечо и грудка красивая вот здесь малое филе которое можно кстати не отрывать а вот сюда добавлять какую-то начинку или класть даже кусочек бекона закрывать обвязывать ниточкой жарить бекон внутри будет давать как раз ту интересную вкусную нотку значит вот это все у нас будет на бульон мы никуда не деваем за исключением вот этой части который которую сгустки нужно всегда обрезать обрезать и здесь железы значит открываете смотрите вот желтенькие остались значит нужно дорезать еще так чтобы их не было все теперь гузку можно управлять бульон а все остальное по ускоренной схеме об бульон крылышко на двух частях бульон я просто подворачиваю помогаю найти суставчик значит здесь можно с подмышечки начать сделать вот так об все бульон крылья кстати все бульон ноги и хвосты да видите по просьбе трудящихся перчаточку одел но не для гигиены как вы понимаете а для того чтобы не испачкать руку курицы повара все ленивые повара ленивые зачем я буду после курицы мыть руку если я могу одеть перчатки я рекомендую так делать всем но если вы любите мочить руки по 80 раз на дню то конечно вы можете делать все без перчаток смотрите как масло раз и все срезали по суставчику без всяких проблем так дальше видите по косточке я режу дохожу до вилочковой косточки и продолжаю прям идти по ней малое филе она прям руками снимается посмотрите просто помогайте а вот тот хрящ и которым я говорил который потом мы отвариваем и некоторые любят его грызть да это классная вещь для любителей хрящей снимаем грудку с кости что мы видим мы видим чистейший каркас нигде ничего не остается кроме вот этих вот ложбинок это мы потом в супе поедим ну и соответственно вот здесь у нас вот такие вот ошмёточки которые тоже дадут вкус супу бульону и так далее еще у нас есть этот косточка вилочковая которая говорил она она никуда не крепится она висит в воздухе смотрите как если мы разберем вырежем мясо которое нам недоступно во время разделки мы его не можем оттуда вынуть мы можем это сделать только после того как уже сняли грудную часть вот она косточка которая выглядит как рогатка вот она видите если взять маленькую резиночку вот сюда вот прикрепить можно по воробьям это все у нас идет кто-то горта не выбрасывает кто-то выбрасывает какие-то ошметки я ничего не выбрасываю это все пойдет на на бульон на суп значит дальше у нас есть еще вот такие вот косточки которые тоже не держатся ни к чему не прикреплены кроме как кроме как мясом как бы это правильно выразить то у нас здесь нет суставных сумок никаких косточки крепятся только лишь мясо видите вот так вот мы их вырезаем в этом месте она крепится хрящом мы можем его подрезать мясо 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 об сухожилие видите все сюда потом дальше я всегда рекомендую ничего тут не рубить просто берем обратной стороной ножа надавливаем об сломали позвоночник получили заднюю часть это все сюда то есть вот это вот можно жировые части отрезать отдельно можно их отрезать потом вот тут уже не имеет смысла ничего дальше там ломать и рубить а эту часть я всегда вот смотрите когда мы уже все по обрезали здесь никакого труда не составляет чтобы просто ее тянешь и она отходит все а хрящик ну хрящик вы видите вот он спокойно режется я его не буду отрезать смотрите есть варианты вообще не заморачиваться и курицу положить целиком и отварить но тогда грудка будет суховато я всегда рекомендую и готовить отдельно ножки вкуснее когда жареные у меня аж прям слюна брызжет я конечно люблю курицу значит дальше это у меня набор для бульона мне сюда нужно добавить зубчик чеснока половинку луковицы значит я часто использую луковицу шелухой в случае с курицей нужно шелуху это убрать она нам не нужно кладу сюда я считаю обязательным элементом при варке птицы это имбирь прям самое главное чтобы его было немного вот такого маленького кусочка достаточно тут по желанию имбирь можно почистить можно не чистить но имбирь подчеркивает аромат курицы вот это удивительная вещь я так делал с шеями индейки то же самое с куриным бульоном теперь мне уже не понадобится перчатка а понадобится моя легендарная горелка газпром наш томатный спонсор шучу значит что мы делаем берем луковицу обжигаем ее мы бы могли это сделать на плите но здесь получается гораздо быстрее то же самое делаем с имбирем то же самое делаем немножко поджигаем вот эти вот крайние фаланги крыльев и те места где есть кожа чтобы кожа слегка подрумянилась и это нам дает что до вкус домашнего бульона как делала наша бабушка дедушка мамы папы когда домашнюю курочку мы опалили повернее приготовили к супу мы ее должны опалить после ощипывания это заводская вот эта вот ощипка она убирает там все пеньки волоски а в деревне конечно это все остается и нужно обязательно подпалить для того чтобы образовался вот этот шикарный вкус бульона тогда мы получим бульон в 3-4 а то может выйти в пять раз вкуснее чем просто из обычной бройлерной курицы как говорит моя жена она воняет мокрым пером теперь заливаем холодной водой я налил половиной кастрюли у меня кастрюли пятилитровая то есть примерно два с половиной литра вот у меня каркас и потому что там в каркас это особо нечему вывариваться но налейте вы там 10 литров на вот это вот на три косточки будет ли он вкусным тут соотношение тавровый лист сразу же сразу же чтобы не забыть включаем газ доводим до кипения пока ждем когда закипит добавляем соль соль я предпочитаю класть всегда сразу если мы делаем бульон я уже говорил об этом добавляйте соли немного чтобы вдруг он у вас выпарится концентрация не увеличивалась ними не пересолите лучше потом досолить ждем когда закипит снимаем пену убираем на самый маленький огонь и оставляем вариться бульон 30 минут не накрывайте крышкой ни в коем случае и старайтесь следить за маленьким огнем чтобы сильно не выпарился бульон но тем не менее он чуть-чуть уменьшится концентрируется вкус будет прозрачный потому что как только мы закрываем крышкой у нас конденсат поднимается на крышку оседает и падает обратно в бульон мы называем это мыло то есть бульон замыливается под крышкой этого делать не следует поэтому оставляем так и смотрим что будет дальше прошло 30 минут бульон сварился теперь половником наливаем бульончик в какую-то миску если вы хотите его употреблять в чистом виде или же мы можем использовать его для приготовления например рассольника с потрошками рецепт которого будет чуть позже в другом ролике посмотрите он получился такой яркий желтоватый но во первых потому что курица была немножко желтовата и во вторых потому что мы сделали обжиг я например лично люблю вот эти вот все всякие плечики крылышки все что плавает косточки в бульоне последние фаланги от крылышек их выбрасывать алиса тихо потому что это самое вкусное собака балабака все лают все просят что это происходит такой аромат от куриного бульона не может быть конечно же вот эти все ништячки ставим рядом на досточку смотрите что у меня есть видите соль грузинская это мне мой продюсер привез из сочи соль грузинская аджика острая это не часто такое встретишь у нас в москве так сказать может быть у кого-то в городах на рынках есть такие вещи для меня это диковинка дуся ну конечно для тебя тоже диковинка смотрите что делаю я я посыпаю солью остатки курочки вы можете кстати такую соль делать сами соль перемалываете или перетираете в ступке с соль перетираете в ступке с сушеной кинзой с сушеным чесноком здесь по-моему еще чили перчик я вижу какой-то какие-то желтые вкрапления это наверное скорее всего то что называют шафраном на самом деле ноготки цветочки ноготков я же помимо грузинской соли еще добавляю в сам бульончик сухую аджику она без соли но при всем этом очень красиво смотрится и создает пикантный вкус и остроту ну чё кусочек вам охота до курочки вкусно ну давайте дуся лисе о о вкусно как курочку все чешите кыш 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 попрошайные собаки кто пришел опять ребят просите что вам надо видите курицу показал разделать ее элементарно просто и легко сварить бульон как два пальца об асфальт проблем никаких нету в комментариях пишите и мы будем по вашим просьбам снимать ролики которые нужны для вас до свидания приятного аппетита всего доброго